Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о работе администрации. Начну с основных мероприятий прошедшей недели. 13 января в Кумертау состоялась рабочая встреча представителей консалтингового бюро «Стрелка» с городской администрацией, руководителями организаций учреждений, общественных движений и СМИ города. КБ «Стрелка» в данный момент является официальным оператором программы «Пять шагов благоустройства повседневности», участвуют в которой все 319 моногородов Российской Федерации. Программа инициирована Фондом развития моногородов и рассчитана на ближайшие 2017-2018 годы. Ее цель совместно с руководством и жителями города повысить качество городской среды. Главной целью встречи стала презентация краудсорсинговой платформы «Моногорода РФ», призванной собрать и оценить все идеи по улучшению городской среды жителей моногородов России. По ходу встречи участники регистрировались на портале и активно предлагали свои идеи по благоустройству Кумертау. В завершении эксперты КБ «Стрелка» подчеркнули, что привлечение населения к решению проблем благоустройства – это залог успеха при реализации проекта «Пять шагов благоустройства повседневности». 18 января глава администрации города Кумертау Борис Беляев открыл череду встреч с крупнейшими инвесторами Республики Башкортостан и России, которые заинтересованы в открытии нового производства на недавно созданной территории опережающего развития. Напомню, что 29 декабря прошлого года городу Кумертау был присвоен статус территории опережающего развития. Тор Кумертау создан в целях содействия развитию моногорода Кумертау путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Первой стала встреча с генеральным директором ОАО «Башкирская содовая компания» Ан Йендок и его советником, членом совета директоров Владимиром Балабановым. Глава администрации рассказал о возможностях и преимуществах реализации на территории Кумертау крупных инвестиционных проектов и представил внимание руководителей БСК презентационный материал. В завершении участники встречи обменялись контактом, а представители БСК заверили, что обязательно рассмотрят представленную возможность. 19 января в Кумертау состоялось выездное заседание Комитета по промышленности и инновационному развитию предпринимательства Госсобрания Курултая РБ. Участниками заседания стали руководство города, представители предпринимательского сообщества и градообразующего предприятия. Открыл заседание председатель Комитета по промышленности и инновационному развитию и предпринимательству Госсобрания Курултая РБ Рашид Хайрулин. Он озвучил повестку заседания «Мониторинг выполнения закона в сфере развития малого и среднего бизнеса». Вторым вопросом стала утилизация и сортировка бытовых и промышленных отходов. Глава администрации Борис Беляев доложил об итогах и перспективах работы по развитию моногорда Кумертау. Он обратил особое внимание на то, что резидентов Тор Кумертау будут ожидать не только федеральные, но и муниципальные льготы. Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы утилизации твердых бытовых отходов, развития предпринимательства и планов градообразующего предприятия АО Кумаб. В завершении собравшиеся внесли свои предложения, а Рашид Хайрулин заверил, что все вопросы и предложения будут рассмотрены. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 20 и 21 января в 15.00 на лыжном стадионе будет дан старт одним из самых массовых лыжных гонок «Лыжня Румяных». 21 января в 16.00 в рамках Международного дня объятий на площади Советов проводится городской флешмоб «Время обнимашек». В рамках этого мероприятия также будет проведен популярный во всем мире флешмоб «Останови время» или «Манекен челлендж». 21 января в 13.00 в Историко-Краеведческом музее пройдет мероприятие для детей и их родителей о жившей музейной нескучности. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях. Все мероприятия проводятся в рамках муниципального проекта «52 выходных дня», направленного на вовлечение горожан в проведение активных выходных и популяризации здорового социально активного образа жизни. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Субтитры подогнал «Симон»!